Это не вандализм. Дело в том, что каждый снаряд выдерживает по несколько сотен килограммов. А при хорошей фантазии он еще и может превратиться, ну, например, в ковер-самолет. Лиза, куда мы сейчас летим? Мы летим сейчас на море. Что мы там будем делать? Отдыхать. Хорошо летим, правда? Гиперактивность, тревожность, застенчивость, проблемы с речью, с опорно-двигательным аппаратом. И даже куда более серьезные детские заболевания. Они могут уйти в прошлое после занятий в сенсорно-динамическом зале. Более сосредоточенно становится усидчиво, координация движений. Хотелось, чтобы пошла как можно быстрее. Дом Савы – российская разработка. Это второй в регионе зал. Еще один работает в строителе. Каждая, на первый взгляд, несложная конструкция выполняет свои функции. Главное, занятия здесь проходят бесплатно. Тут социализироваться очень легко, контактировать с новыми людьми, с новыми педагогами, потому что тут весело, тут здорово. И за счет этого, незаметно, ребенок, вовлекаясь в эту среду, а все это – мелкая моторика, когда мы пощупали, потрогали, крупная моторика, когда мы равновесие устанавливаем. Все это передает импульсы от наших ладошечек, от наших пальчиков в головной мозг, и идет отдача. И на речевые центры, и на центры, которые отвечают за умственные способности ребенка. Проект «Детство без границ» в Губкине потребовал только затрат на оборудование и обучение специалистов. Вместо миллиона двухсот тысяч рублей уложились в полмиллиона. Сэкономили на аренде. Один из детских садов предоставил помещение. А педагоги отказались от зарплаты в рамках проекта. С 30 детьми безвозмездно готовы заниматься 10 специалистов. С каждым по отдельному графику и по индивидуальной программе. Такое дело для детей, но они будут тут получать пользу. Он очень красивый. Понравилось, клево даже. В проект вошли педагоги, психологи, логопеды и инструкторы по физкультуре. И это не только их профессиональный интерес, но простое человеческое неравнодушие. Рядом с этими людьми живут ребята, которые нуждаются в их помощи. Откуда это ты? Из туннеля. Там интересно? Да. До свидания. Где ты летала, скажи мне? В далеких странах. Наталья Макурина, Сергей Кириченко. Такой день на мире Белогорья. Продолжение следует.